В Сухоми начались работы по подготовке к строительству Детской Республиканской больницы. Завершается масштабный проект по реконструкции дороги, соединяющей Туарчал и Акармару. Продолжаются работы по реконструкции набережной Гагры. В Сухоми начались работы по подготовке к строительству Детской Республиканской больницы. Объект строится за счет средств российской инвестпрограммы. Сейчас строители благоустраивают новую автомобильную парковку. На месте работы побывала Алика Трапш. Строительство Детской Республиканской больницы является социально значимым проектом. Объект будет возводиться за счет средств российской инвестиционной программы. Сметная стоимость проекта 650 миллионов рублей. Три этажа, 4,5 тысяч квадратных метров, где будет и хирургическое отделение, и диагностическое отделение, и лаборатория, и весь комплекс необходимый для того, чтобы это медицинское учреждение функционировало в полном объеме. Далее хочу сказать, что все технические характеристики объекта Детской Республиканской больницы, они были осметированы и прошли экспертизу в Российской Федерации. Такие же детские больницы возводятся на территории Российской Федерации, поэтому будет такой аналог, современные, крупные, для того, чтобы наши дети получали необходимую медицинскую помощь на территории вот этого медицинского кластера. Детское медучреждение построят на территории Республиканской больницы. Старую автомобильную парковку перенесут чуть ниже. На территории более 4 тысяч квадратных метров будет располагаться новая. Сейчас ведутся работы по ее благоустройству. На этом месте располагались старые вешалые строения, которые были снесены. Строители засыпают и выравнивают территорию. Работы ведет подрядная организация КДК «Девелопмент». Здесь была очень нарушена ливневка, и грунт подмочился. И нам пришлось вместо положенных 0,5 метра снимать до метра грунт, вывозить и замещать его вот таким вот другим балластом, потому что на этом грунте невозможно было что-то строить. Выравниваем, подсыпаем, для того, чтобы люди не в грязи ходили. Вся техника будет оставаться здесь, в одном месте. По территории Республиканской больницы машин больше не будет посторонних, кроме их служебных. И плюс два тротуара, один здесь и там, для того, чтобы могли и на каталке людей поднять, и пешком пройти. У нас будут две парковки. Одна, которую вы сейчас видите, вторая будет выше детской больницы. Для чего мы это делаем? У нас за последнее время наблюдается рост оборота коек. Это говорит о том, что пациентов даже на этом этапе в Республиканской больнице стало больше. Ну, естественно, не хватает у нас этих парковочных мест. И мы решили в дальнейшем, возможно, мы пока еще над этим думаем, возможно, нам придется разделить эти парковки. На одну мы для сотрудников Республиканской больницы, возможно, выделим, а вторую для посетителей. Потому что сотрудников только Республиканской больницы вместе с ее подразделениями 622 человека. Вы представляете, да, о каком масштабе идет речь. Ну, естественно, и посетителей со временем, когда построится детская больница, однозначно количество посетителей будет увеличиваться. Уже в августе приступят к строительству самого медучреждения. В новой детской республиканской больнице будет 65 койко-мест. По словам министра здравоохранения, вопрос нерватки кадрового резерва тоже будет решаться. Есть кадровый голод, мы это не скрываем. У нас есть специалисты, которые учатся в российских клиниках. Есть специалисты, которые сегодня обучаются в российских вузах, в ординатуре и так далее. Мы уже из Российской Федерации ведем переговоры в том формате, что нас усиливают и в курортный сезон. Но нам уже, я уже неоднократно говорил, нам уже несколько лет для того, чтобы вот тот кадровый дефицит перекрыть по основным направлениям. Да, понятно, что есть дефицит именно по узкопрофильным специалистам. Но в этом направлении мы тоже работаем. И я думаю, что к тому времени, когда все это завершится, мы уже поэтапно будем вам говорить, давать информацию о том, какие у нас специалисты, какие у нас нехватки и как мы с этим будем справляться. Расположение республиканской больницы и детского медучреждения на одной территории очень удобно. Как для медицинского персонала, так и для населения. Территория республиканской больницы, территория детской республиканской больницы, все это будет в едином кластере. Это удобно, во-первых, нашим гражданам, которые будут обращаться за помощью, как взрослое население, так и детское население. Также мы говорим о том, чтобы и врачам это было легче. Сегодня вы понимаете, что логистические и временной промежуток доезда, и кареты скорой медицинской помощи, и доставки пациентов в детские учреждения, и во взрослое. Все это, когда будет в одном кластере, как мы это и проговаривали, это будет правильно. И вот в этом направлении будут вести с работы. Строительство детской республиканской больницы завершится в 2026 году. Алика Трапшнар, Соц. Лукия, Абхазское телевидение. Завершается масштабный проект по реконструкции дороги, соединяющей Тхуарчал и Акармару. Этот участок, ранее представлявший серьезные трудности для проезда, превратился в комфортный маршрут, доступный как местным жителям, так и туристам. Репортаж Рады Чичава. Восточная Абхазия – интересная и самобытная часть прекрасной республики, перспективы развития которой, пожалуй, по-настоящему огромные. Гости нашей страны часто интересуются экскурсиями к достопримечательностям Востока Абсны. Живописная природа, водопады, уютные города и, конечно, город-призрак Акармара. История заброшенного шахтерского городка известна каждому жителю Абхазии. Но одной из сложностей в развитии туристической сферы данного района была дорога, непригодная для комфортной езды. Разбитое дорожное полотно создавало неудобства и для проживающих поблизости местных жителей. Теперь же, когда начались ремонтные работы, эта проблема будет решена. Протяженность ее составляет более 15 километров, средней шириной 6 погонных метров. Общая площадь асфальтированная составила более 92 тысяч квадратных метров. Стоимость данного объекта 219 миллионов рублей. На данный момент выполнено порядка 70% из общего объема. Общая протяженность ремонтируемой дороги составляет более 15 километров. Финансирование проекта осуществляется за счет инвестиционной программы. Большая часть работ уже выполнена. В прошлом году проходила подготовительная работа, необходимая из-за сложности горного ландшафта. С начала 2024 года проходит асфальтирование участка. Основная сложность – это рельеф. Очень сложный горный рельеф. Это обрывы, это грунт слабый. Приходилось устраивать подборные конструкции, менять грунт, обсыпать это все дело. Основные работы, которые составляли сложность, уже пройдены. Проект, начавшийся в мае 2023 года, планируется завершить до конца текущего года. Однако строители надеются сдать дорогу уже в октябре. Реконструкция дороги значительно улучшила транспортную доступность региона. До туристических объектов теперь можно добраться и на легковом автомобиле, или же туристическом микроавтобусе. Мы планируем завершить работы пораньше, где-то в октябре, скорее всего, мы будем сдавать этот объект в эксплуатацию. Дорога у нас начинается от городской части до поселка Кармара. Произошедшие изменения не могли не заметить жители Ткуарчальского района, гости республики и, в особенности, работники туристических объектов. Так Оксана Тарба, работающая в ресторане у Святого Водопада, поделилась, что время, затрачиваемое на дорогу до работы, значительно сократилось. И благодаря реконструкции дорожного полотна увеличился туристический поток. Люди с удовольствием добираются до нашего ресторана и дальше тоже, ребята возят дальше. Раньше были условия немножко другие, и дорога была ужасная, конечно, добитая вся. А сейчас с удовольствием на маленьких машинах добираются. Мы благодарны всем, которые принимали участие в этом. Раньше мы час добирались, может, даже больше часа. А сейчас, что за каких-то 15-20 минут мы с города уже добираемся до работы. Для местных жителей новая дорога стала настоящим подарком. Анастасия Тамашева живет рядом с поселком Акармара. Она рассказала, что раньше добираться от дома до Ткуарчала было практически невозможно. А теперь, после асфальтирования дороги, регулярно ходит рейсовый автобус. Сделали асфальт, и с этим нам стало намного легче. Мы можем свободно добираться на своих машинах, на такси. Стал часто функционировать автобус. То есть это все благодаря тому, что в нашу сторону сделали асфальт. Оценили новое дорожное полотно и гости республики. Еще участок дороги сделают, и будет вообще-то хороший, будет тарариться. Лет через 10 будет вообще-то. Важно отметить, что реконструкция дороги Ткуарчала-Кармара не только улучшает транспортную доступность региона и значительно упрощает жизнь местных жителей, но и открывает новые перспективы для развития туризма в восточной части Абхазии. Союз политических партий и общественных организаций Абхазии сделал заявление, в котором выразил возмущение по поводу высказывания одного из лидеров оппозиции представителей НОД «Свобода» Джансуха Адлиба. Речь, в частности, идет о высказывании Адлиба о том, что граждане Абхазии, армянской национальности, по его мнению, не имеют морального и юридического права принимать участие в голосовании и занимать высокие посты в правительстве. Союз политических партий и общественных организаций приводит цитату статьи 12 Конституции Республики Абхазия, согласно которой «все равны перед законом и судом, независимо от расы, национальности, пола, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждения, идеологии и других обстоятельств». Таким образом, Конституция юридически закрепила право наших граждан любой национальности на равенство во всех вопросах жизни в Абхазии, говорится в заявлении. Союз политических партий и общественных организаций напоминает, что такого рода высказывания несут дискриминационный характер и унижают достоинства группы лиц по признакам национальности. Такие действия запрещены законами Республики Абхазия, и их необходимо своевременно пресекать. Продолжаются работы по реконструкции набережной Гагры. Обустраиваются пляжные зоны, устанавливаются душевые кабинки. Наш корреспондент Сарек Варацхеля расскажет детали. Гагрская набережная преображается на глазах. От кафе «Балтика» до кафе «Волна» уже уложены 7 тысяч квадратных метров гранитного материала. Произведены работы по устройству наружных сетей водоснабжения, предназначенного для технического обслуживания набережной и душевых кабинок, расположенных на пляже. Установлено 42 опоры освещения. Опоры устанавливаются дальше. Поэтапно идет монтаж ограждений, металлоконструкции с оцинкованным покрытием. Самый оживленный пляж находится в центре города. Сюда приезжает львиная доля всех туристов. Причем не только по турам, но и самостоятельно. На пляже многолюдно. Все, кто впервые посетил Абхазию, и те, кто приезжает сюда практически каждый год, оценили реконструируемую набережную. «Мы уже третий раз здесь приехали. Когда первый раз приехали, конечно, уныло все было. Потом, я так понимаю, заменили, по-моему, да? Гранит положили. Конечно, так современно уже все, по сравнению с тем, что было. Я вообще очень люблю Гагры. Я сюда и в детстве приезжала, и вот сейчас море мое любимое, запахи мои любимые, деревья мои любимые, цветы. Мы в Гаграх первый раз. Как было раньше, я не знаю. Но сейчас чувствуется, что шикарная просто реконструкция. Мы поднимаемся с моря, чувствуется, что люди работают. На самом деле, даже сейчас уже видно, что очень красиво сделали, достаточно качественно, безопасно, что самое главное. И очень удобно как для туристов, так и для нас, рабочих людей. Поэтому очень нравится, очень красиво. На первый взгляд, все отлично. Ну, понятно, есть там, да, где-то там работы идут, все делается. Но в целом хорошо, красиво. Преображается. Мы тут третий раз, с каждым разом преображается. С каждым приездом все красивее и красивее. Покази нас не отпускает, да. Мы уже третий год подряд здесь. И, наверное, еще раз приедем, я думаю. Набережную не только реконструируют, но и обустраивают. Согласно проекту отдела архитектуры администрации района, здесь уже появились новые лавочки и урны, которые не только вписываются в ландшафт, но и доставляют удобство как местным жителям, так и гостям. Руководцам Гагарского района на эти работы уже потрачено более 100 миллионов рублей. Сарья Кварцхеля, Даур Цулуки, Абхазское телевидение. Трое граждан привлечены к уголовной ответственности за хранение наркотического средства. Подробности в оперативной съемке МВД. Сотрудниками Гулырыбшского районного отдела внутренних дел в результате оперативно-профилактических мероприятий изъято наркотическое средство двух граждан. Казанов Александр Сергеевич, 1991 года рождения, житель поселка Агудзера, незаконно приобрел и хранил при себе наркотическое средство каннабис, то есть марихуана. С какой целью вы это хранили? С целью употребления. Личного употребления. Продолжаем личный досмотр. Последний был задержан сотрудниками уголовного розыска и отделения ГАИ Гулырыбшского РУВД. В отношении Александра Казанова возбуждено уголовное дело и избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде. За аналогичное преступление привлечен к уголовной ответственности житель поселка Агудзера Гулия Умар Георгиевич, 1992 года рождения. При личном досмотре у мужчины изъято наркотическое средство каннабис. На момент задержания последний пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом. Уголовное дело, возбужденное в отношении Умара Гулия, расследует группа дознания Гулырыбшского РУВД. На период расследования гражданин отпущен под подписку о невыезде. Житель города Сухом Хашба Беслан Лашевич, 2003 года рождения, был задержан на территории заброшенной спортбазы в селе Нижняя Шера. Гражданин доставлен в служебное помещение поста ГАИ Учхоз для производства личного досмотра. Уважаемый Хашба, имеется что-либо запрещенное в гражданском обороте наркотические вещества, отрывчатые вещества? Что имеется и где оно находится у вас? Наркотическое средство, как установлено экспертами, каннабис изъято. Также у Беслана Хашба установлен факт употребления аналогичного вещества. Оперативно-профилактические мероприятия провели сотрудники уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой отдела внутренних дел по Сухомскому району. В отношении гражданина Хашба по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства возбуждено уголовное дело. Продолжение следует... Реставраторы, стараясь воссоздать его архитектурный облик, заново отлили некоторые элементы. Облагороженная территория вокруг фонтана. Проведено освещение, установлены лавочки и урны, высаженные растения и засеян газон. Работы по реставрации фонтана и благоустройству территории были завершены 5 июля. Сметная стоимость проекта составила более 5 миллионов рублей. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг 11 июля на территории Абхазии ожирается переменная облачность. Местами ночью возможен дождь и гроза. Днем без осадков. Высокий уровень ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью плюс 19, 24. Днем 25, 30 тепла. Температура морской воды плюс 27. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин